В мире существует множество обычаев, и в том числе обычаи, связанные с общением, с повседневным поведением. И эти обычаи очень важны для того, чтобы человек почувствовал себя непосредним в этом мире, чтобы он выявил свою личность в облагороженной форме. Лучше, чтобы были даже плохие обычаи, чем не было никаких. Поэтому очень важно, особенно эти обычаи, обычаи, связанные с повседневным поведением, с взаимодействием в группе, в обществе, чтобы они были в центре нашего внимания. Для того, чтобы человек мог выявить себя в облагороженной форме. Потому что каждый раз, когда он появляется среди других людей, плохо или хорошо, они на него обращают внимание. И возникает какое-то чувство опасения, страха. А что можно ожидать от этого человека? Что может произойти? Вы, наверное, всегда это замечали, вот, скажем, в большой компании. Все друг друга уже хорошо знают, друг с другом хорошо ознакомились, освоились и чувствуют себя комфортно. Появляется новый человек, и это вызывает тревогу. Для того, чтобы снять эту тревогу, сам этот человек должен продемонстрировать определенные свои качества моральные, человеческие. И когда он это демонстрирует, демонстрирует благожелательность, согласие с каким-то настроением этой группы в целом, то когда они его принимают, эта тревога снижается. Я это говорю к тому, что правила общения имеют колоссальное значение. Их исполнение создает ощущение такого комфортного, безопасного пространства в группе. Поэтому нам нужно, особенно этнологам, и обще-социологам, и обществоведам, особое внимание уделить этим правилам общения. Я больше всего занимался культурой общения адыгов, и поэтому хочу хотя бы коротко рассказать о том, что из себя представляет культура общения адыгов. Она вызывала восхищение у многих путешественников, которые встречались с адыгами в 18, 17, 19 веках. И вот эту тайну адыгского этикета, адыгской этики мы сможем сейчас расшифровать. Я хочу сказать, что, в общем-то, есть существенная разница между этикой и этикетом, хотя, конечно, общего очень много. Этика – это система каких-то моральных понятий и принципов, с помощью которых человек отличает добро от зла, приличное от неприличного, уместное от неуместного. А этикет – это порядочное множество правил поведения, с помощью которых человек выражает уважение к другому, почтение, признание и так далее. Они взаимно дополняют. Этикет является выражением в повседневном общении фундаментальных моральных принципов и понятий. Так что вот вместе они образуют какую-то очень важную систему, которая не просто определяет поведение человека. Когда говорят о том, что человек должен быть воспитан, вежлив, почтительный и так далее, это считается обычным правилом вежливости. Но вообще в целом эти нормы и эти принципы нужны для культурной самоорганизации не только общества и не только группы, с которой взаимодействует человек, но и для культурной самоорганизации самого человека. Человек сам должен себя реализовать и выявить в какой-то облаженной форме. И эти нормы помогают ему это сделать наилучшим образом. Потому что многовековой опыт многих поколений откладывается в этих принципах, правилах и нормах. Если сказать о бадыской этике, то на первый план здесь выдвигается человечность, почтительность, понимание или разумность, мужество и честь. Здесь пять принципов. Что касается этикета, то там немного сложнее. С одной стороны, этикет выдвигает какое-то количество определенных лиц, которым нужно в первую очередь оказывать внимание, уважение и почтение. Это прежде всего старшие, как у всех народов мира. Это женщины, это гости, это дети. И, наконец, я сам. Самому себе тоже нужно отдавать должное, да, и с почтением относиться, с уважением. Потому что говорят, что если ты не уважаешь самого себя, то ты не сможешь и уважать других людей. Этот принцип самоуважения является иным выражением библейской заповеди о возлюбии ближнего, как самого себя. А как можно любить другого, как самого себя, если ты самого себя не любишь? И мне кажется, что самое важное в традиционной культуре общения адыгов – это эмпатия, сочувствие другому человеку, способность пожертвовать своим временем, своими средствами, и даже своим здоровьем для того, чтобы как-то сделать жизненное пространство другого человека более счастливым, более удачным, более благоприятным. Чтобы вот эта дистанция между благополучием и неблагополучием постоянно сокращалась. Вот это основной стержень традиционной культуры адыгов. Не знаю, обращали ли внимание на это другие исследователи, но мне кажется, что это очень важно. Необычайная деликатность, такт лежит в основе традиционной культуры общения адыгов. Но мне могут возразить, сказать, что, и я неоднократно это слышал, например, от одного из очень известных этнологов современных, что когда он прочитал мою книгу «Адыгская этика», он сказал слова одобрения, да, мне неудобно это говорить, и даже восхищение тем, как это написано, но при этом отметил, говорит, я бы тоже хотел о своем народе так же написать, но, говорит, почему такая идеализация, да? Я ему ответил, что этика, этикет – это норма, это долг, это правила, которые мы должны соблюдать, но мы же их не соблюдаем. Мы только приближаемся к этому идеалу, и не всегда у нас получается. Поэтому нельзя принимать вот эти нормы и принципы человеческого общения, которые приписывает каждая традиционная культура за повседневную норму поведения. Мы постоянно отклоняемся от этой нормы, но мы постоянно как бы вращаемся вокруг этой нормы. Кто больше отклоняется, кто меньше, но если бы этой нормы вообще не было бы, то тогда и не было бы человеческого общества. Вот что, мне кажется, очень важным подчеркнуть. И потом, ведь соблюдение этих правил способствует правильной ориентировке в мире, вот такой этической рационализации окружающей действительности, окружающего пространства. Оно позволяет достигнуть нового, я не знаю, как сказать, экологического успеха. В том смысле, что, появляясь каждый раз в обществе, при этом, значит, имея какие-то определенные желания, цели, связанные с развитием, ростом, самореализацией, вы этого добиваетесь наилучшим образом, когда вы имеете в своем арсенале вот этот инструмент, культуру общения, эти правила, которые способствуют тому, что вы оказываетесь в глазах других людей таким приятным экологическим событием, то есть приятным человеком, с которым хочется вновь встретиться, вновь общаться, разговаривать, быть знакомым, породниться и так далее и тому подобное. Это необычайно важно, мне кажется. И я неоднократно замечал, что, когда представители моего народа появляются среди других народов, то они вызывают вот это чувство симпатии и чувство принятия такого и желание вновь встретиться. Мне кажется, что, хотя многие философы отрицали, ну, может быть, и не многие, но Ницше, например, совершенно негативно отзывался о сочувствии и вообще о нравственности, как в таком институте, который, в общем-то, мешает человеку реализовать себя, побеждать и утверждать свою жизненную силу за счет того, что он подавляет других и так далее, не признавая слабых. Сильный должен победить в жизни, и именно он обладает жизненной силой. Но на самом деле это сочувствие каким-то желаниям, отчаяниям другого человека, оно лежит в культуре общения любого народа. Самые элементарные вещи, скажем, слова приветствия, прощания или обычный такой обмен любезностями, просьбы, на которые вы отвечаете положительно, они, в общем-то, стали привычными формами поведения. И в этих случаях как бы срабатывает вот этот самый инстинкт сочувствия. он заложен даже на каком-то генетическом уровне еще с тех времен, когда человек еще не стал человеком в собственном смысле слова. И у животных проявляется этот инстинкт сочувствия. А у человека он оформляется в такую разветвленную систему правил такого эмпатического поведения, когда он взаимодействие с другими людьми создает для него благоприятную, безопасную атмосферу, благожелательную. Но, чтобы это сделать, надо быть человеком, не люблю это слово, воспитанным, мне больше нравится образованным. Надо быть человеком образованным. В том смысле, что надо знать какие-то приемы, с помощью которых вот этот эффект достигается, эффект экологического успеха во взаимодействии с другими людьми. И в культуре любого народа эти правила зафиксированы. И, в частности, у адыгов на этом строится вообще вся история, вся система ценностей, норм и так далее. необходимость входить в положение другого человека, уступать ему, принимать в расчет его желания, его стремления, его мечты, ставиться на первый план. И отсюда разлетенная система правил повседневного общения, которая является способом реализации этой настройности, настройности на эмпатию. Существует как некое такое единство, как система, как, можно сказать, габитус, такая общая установка этической рационализации мира, адыская этика, в которой на первый план выдвигается человечность, почтительность, разумность или способность понимания, затем мужество и, наконец, честь. это очень важные принципы, они, конечно, являются общечеловеческими, но какая-то культурная специфика именно кавказская и адыгская здесь, конечно, обнаруживает себя. Ну, например, когда мы говорим о мужестве, это не следует понимать как-то очень примитивно и поверхностно, когда человек проявляет презрение к смерти, там, скажем, на поле боя, мужество в данном случае понимается как способность действовать в соответствии с нравственными принципами в ситуациях, когда ничто не предрасполагает к этому, казалось бы, все внешние условия и обстоятельства препятствуют этому, то есть в трудных случаях он остается верен этим моральным принципам. Поэтому мужеством может считаться способность отказаться от какого-то действия связанного с мщением или, скажем, от каких-то действий связанных с самозащитой. Я в связи с этим вспоминаю случаях это действительно имело место, когда известный на Кавказе рыцарь Магомед Тажукин попал в ситуацию боя. Началась перестрелка, он застрелил одного из князей Коноковых и двух его сыновей. и остался только последний сын малолетний, которому было там лет 14. И он помчался на Тажукина, чтобы отомстить за своего отца и за своих двух братьев. И роженосец Тажукина сказал, что он приближается и я выстрелю. Магомед Тажукин сказал, не будем смешивать кровь с молоком. А его роженосец КАНОКОВ скричал, что вот он приближается, он сейчас вас застрелит. Пусть будет как Богу елено. И приблизившись вот этот малолетний Коноков, он застрелил этого Тажукина. То есть когда человек жертвует даже своей жизнью. Но это связано еще и с другими принципами и правилами. Это не только мужество, потому что все правила, о которых мы говорим в связи с традиционной культурой, они очень тесно взаимосвязаны. Это такая система, в которой каждый принцип, каждое моральное понятие взаимно поддерживать друг другу. Есть в адыжском этикете принцип почитания не только старших, не только женщин, не только гостей, но и принцип почитания детей и детства. И дети, так же, как и женщины, так же, как и старшие, престарелые люди, так же, как и гост, который оказался в незнакомых для него условиях и обстоятельствах, где ему может угрожать опасность, где он не знает, как и где переночевать. Учитывая эту трудность ситуации, этикет предусматривает как бы встречное движение навстречу потребностям и желаниям и тревогам этих людей. и поэтому и выдвигаются эти принципы почитания старших, то есть людей уже немощных, одряхлевших, нуждающихся в помощи, нуждающихся во внимании, в сочувствии и так далее. То же самое касается и женщины, которые физически во всяком случае слабее, чем мужчина. То же самое касается гостей, я уже говорил об этом, и наконец детей. Дети несмышленые, они еще не знают, как ориентироваться в этом мире, поэтому мы должны к ним относиться с особым почтением. Это жестко устанавливается, это правило. И в случае вот с этим князем Атажукиным, который позволил застрелить себя вот этому малолетнему Конокову, тоже проявляется не только общее направленность сочувственное, но и вот этот принцип этикета почитания детей. Я должен сказать, что вот эти все принципы, о которых я говорил, они обрастают множеством всякого рода этических рассказов, пословиц, поговорок, даже анекдотов, притч всякого рода. То есть это своего рода метаязык традиционной культуры общения. Они как бы закрепляют и подкрепляют и поддерживают и транслируют вот эту традиционную культуру общения. И в этом смысле мне кажется они очень важны. И вот этот случай с Атажукиным это пример такого этического рассказа но можно привести и другие примеры например мы говорим о почитании старших ведь самое важное чтобы человек старый пожилой он почувствовал вот эту внимательность и чуткость по отношению к нему а как он почувствовал это же надо проявить проявить каким-то образом в каких-то жестах в каких-то движениях в каких-то словах может быть даже в распределении пространства там посадить его на почетное место а чтобы это сделать надо быть образованным человеком и поэтому я как раз говорю об образованности о какой-то законченности в развитии каждой личности в том смысле что он в любой момент может проявить вот эту свою образованность во взаимодействии с другими людьми и в частности когда мы говорим о почитании старших есть конкретные правила с помощью которых вы показываете ему свое внимание и создаете для него вот эту атмосферу благожелательности спокойствия уверенности самоуважение которое необходимо для старшего его сажают на почетное место если старший заходит то встают если он движется в каком-то направлении и вам нужно с ним поговорить вы не не можете окликнуть вы должны его догнать войти в поле его зрения а потом уже с ним разговаривать если старший сами разговаривать между собой вы не можете вторгнуться в их разговор если ситуация обязывает срочно обратиться к старшему то в этом случае вы должны извиниться в самых изысканных выражениях и потом только с ним разговаривать существуют и другие ну уж совсем экзотические формы почитания старших ну например я помню как мне рассказывали наши старшие как узнать по тому как человек идет по улице жив у него отец или уже ум говорят если он идет там тропиночка или улица если он идет с левой стороны то значит у него отец еще жив он как бы символически уступает правую почетную сторону своему еще живому отсюда то же самое касается и в отношении почитания женщин тут тоже какие-то правила которые казалось бы ну не имеют какого-то принципиального значения но они соблюдаются для того чтобы лишний раз человек был готов к тому чтобы оказать внимание почтение этому человеку создать для него благоприятную ситуацию ну скажем женщина должна всегда быть справа от мужчины и когда они идут вместе когда вы встречаете группу мужчин и группу женщин или мужчина и женщина вместе вы должны сначала поздороваться с женщиной это все имеет очень важное значение раньше рассказывали что однажды очень пожилому старику старцу на улице не столько подошел даже окликнул сзади молодой человек и сказал старик у тебя не найдется табачку да ну и старик остановился и когда этот молодой человек приблизился он сказал сколько хочешь табака есть и отдал ему весь кесет с табаком а тот сказал ну а как же себе ты не оставляешь он сказал в ответ что не оставляю потому что вот это занятие которое поставило нас с тобой на одну доску я с этого дня и с этой минуты бросаю навсегда то есть это тоже очень важно да то есть вот эта дистанция этическая она должна соблюдаться ну и уже такой пример в форме анекдота я недавно слышал тоже очень интересный возвращается уставший отец домой после работы и падает просто в кресло и просит одного из двух своих сыновей старшего такого подростка лет 16 принести ему холодную воду тот говорит отец не до тебя в общем я занят там ну я не знаю сидит около компьютера например да отец очень расстроенный вот таким обращением с ним сына и это замечает его младший сын которому всего там лет 10 и говорит папа не надо с этим связываться со старшим моим братом лучше ты иди на кухню налей себе воды выпей и мне принеси то есть тем самым подчеркивается что нравы они могут понимаете деформироваться но на самом деле эти рассказы способствуют тому чтобы поддерживать эту традицию это чрезвычайно важно обратить внимание на эти формы отображения этики этикета в различного рода притчах рассказах анекдотах даже они как бы транслируют создают какую-то определенную преемственность традиционной культуры общения и не позволяет культурному наследию угаснуть мы сейчас очень много говорим об этом о том что эта культура угасает и мы уже в общем-то мало и плохо понимаем друг друга и я обратил внимание на то что в этом смысле когда ну на Кавказ приезжают гости из-за рубежа или скажем из других районов России то они удивляются что эти традиции еще живы и они так четко поддерживаются хотя нам кажется что они разрушаются что они уничтожаются и так далее но для них это откровение мне кажется что мы не должны расставаться с этими обычаями казалось бы для чего нужен этикет какая разница слева или справа от женщины на почетном месте или не на почетном я не знаю с кем ты вначале поздоровался с женщиной или с мужчиной справа ты от нее стал или слева но это заставляет человека держаться в форме не забывать вот постоянное внимание и сосредоточенность на том чтобы вот выявить себя вот в лучшем виде в глазах других людей вот для чего существует этикет поэтому вот эти простые нормы и правила вежливости на самом деле обладают каким-то очень богатым духовным содержанием не позволяют человеку расслабиться унизиться разрушить свое нравственное я такая опасность возникает когда вот эти правила забываются даже в русском языке мы уже не сознаем что спасибо это спаси тебя Бог что вот эти отношения между людьми горизонтальные которые строятся на взаимном уважении должны строиться по крайней мере в соответствии с этим и взаимном признании они еще имеют какое-то вертикальное такое измерение в том смысле что Бог определяет насколько люди которым Он дал жизнь отвечает вот этому идеалу моральности что в конечном итоге мы держим такую ответственность перед Богом и в конечном итоге перед Ним предстанем и Он будет судить о том насколько правильно мы жили в этом мире и это тоже очень четко представлено в традиционной адыгской этике и в этикете это было присуще традиционной культуре общения адыгов и период христианства и после того как стало преобладать мусульманство не имеет значения какая именно религия все в общем-то сводится к тому что существует предопределение свыше существует Бог который контролирует наше поведение и определяет нашу дальнейшую судьбу что в конечном итоге мы должны как говорят кабардинцы предстать перед Ним с чистым лицом поэтому когда мы говорим об адыгской этике кстати само понятие адыгской этики выражается с помощью слова адыгала то есть адыгства то сразу же рядом особенно вот среди старшего поколения я хорошо помню среди поколения моих отцов и дедов сразу же возникало и понятие мусульманство мусульманого и адыгала то есть религиозность и этичность это взаимосвязанные вещи потому что всякая религия это основа вообще этической рационализации мира основана на том что есть создатель который определяет все что происходит в этом мире и судит о нашем поведении в этом мире и будет судить о дальнейшей нашей судьбе в том мире конечно есть и атеистическая точка зрения я ее не отрицаю но надо понимать что нравственные правила и принципы не достигли бы такого совершенства такой утонченности такой силы без религии поэтому даже самый заядлый такой атеист не может и не вправе отрицать религии мировые и вообще любую религию мы часто говорим о свободе совести но нарушаем эту свободу совести мне кажется что обвинение мусульман в том что эта религия изначально предрасполагает к терроризму к радикализму и так далее мне кажется это совершенно неправильная точка зрения с одной стороны в этом виноваты во многом и сами мусульмане но и критики мусульманства которые говорят о том что ислам это изначально негодная религия это конечно глубоко ошибается в этом есть какое-то равновесие какой-то баланс который нужно в этом в этих вопросах соблюдать всякая религия укрепляет этику и этикет укрепляет вы наверное замечали что человек глубоко религиозный очень спокойный и в его поведении нет суеты ну скажем монахи в своих кельях или священники какая-то величавость уверенность и насколько суетлив человек обычный который может быть и верует во что-то но в общем в обычных условиях повседневных повседневной такой суете каким страхом он подвержен потому что он не уверен в своем будущем а люди верующие они уверены поэтому вера она укрепляет нравственность и в том числе способствует тому чтобы это нравственное поведение присутствовало в нашей жизни каждодневно я еще хотел бы сказать об одной вещи о которой я постоянно думаю и которая у меня наболела кажется особенно в той среде в которой я нахожусь культурной адыгской что эти нормы нужно соблюдать очень жестко и четко и мне неоднократно предлагали составить кодекс морального и этикетного поведения чтобы уже никто от этого не отклонялся я думал об этом и мне показалось что все-таки это не вполне разумно потому что всякий кодекс ограничивает как-то какое-то жесткое русло направляет поведение человека а всякая ограниченность она не способствует развитию и самореализации в полной мере гораздо важнее чтобы были какие-то общие установки и в рамках этих общих установок человек имел какое-то количество степеней свободы для самореализации иногда даже некоторые нарушения этикета могут стать свидетельством такого глубокого как сказать артистичного владения традиционными нормами культуры общения и в связи с этим я хотел бы привести некоторые примеры того как человек индивидуально использует общие установки и правила общения с людьми и в том числе и с Богом однажды я побывал у одной старушки которой было почти сто лет ну 90 по крайней мере точно ну как разговор зашел о том что мы иногда нарушаем правила нравственности и что это грех и что это опасно для нашей будущей жизни в том другом мире и так далее в общем на религиозной темы разговаривали и она мне сказала что она в этом плане как-то себя обезопасила и чувствует себя более-менее уверенно я говорю а почему а потому что каждый раз когда я совершаю что-нибудь греховное я прошу у Бога прощения и бросаю один маленький камешек в мешок я говорю ну и сколько ты камешков насобирала в этом мешке она я сейчас принесу покажу она принесла вот такой мешок ну там пуд по крайней мере был я говорю да что это такое откуда столько грехов у тебя она говорит ну как же говорит каждый день что-нибудь происходит ну например хотя Бог в данном случае Аллах не наказывает за греховные мысли но иногда у меня возникают какие-то мысли ну почти по фрейду там что-нибудь такое да и я говорит в ужасе прошу прощения у Бога и значит бросаю туда камешек или бывает что вот вот сейчас говорит а мы как раз что-то там какие-то пирожки ели с чаем вот здесь крошки остались говорит если я тебя помою эту тарелку и смою вымывальник вот эти крошки хлеба то это тоже большой грех после этого я тоже прошу прощения и значит бросаю туда камешек или скажем внука своего раздосадовшись ударил и он заплакал и я тоже прошу прощения и туда бросаю говорит ну я говорю ну хорошо вот ты ну мы у нас обращения на вы нет я поэтому говорю на ты но говорю вот вот этот мешок а для чего а куда куда его вообще имею ввиду что уже очень много лет она ну как же вот когда я умру и меня будут хоронить этот мешок похоронят вместе со мной и перед Аллахом я предстану вместе с этим мешком как бы со свидетельством своего покаяния и раскаяния во всех грехах которые я совершил в этой жизни то есть это тоже форма общения с Богом которая в общем-то оказывает существенное влияние на общение с людьми это лишний раз свидетельствует о том что всякая религия укрепляет нравственное поведение ну вы знаете что существует такое расхожее мнение относительно того что женщина в четырех стенах была там закрыта и ее унижали с ней не считались что ее мнение не имело никакого значения ни в семейном ни в общественном быту но на самом деле это конечно неверно существует такое мнемоническое правило что женщина жена в частности за пределами семьи старше мужчины а в самой семье она младше мужчины в чем это выражается это выражается в конкретных правилах поведения если вы входите в чей-то дом то вы сначала здороваетесь с хозяином этого дома с мужчиной а потом уже с хозяйкой с женщиной а если вы встречаетесь с ними где-нибудь на улице или где-нибудь в каком-нибудь общественном месте на каком-нибудь мероприятии где-нибудь на свадьбе на похоронах то вы сначала здороваетесь с женой а потом с мужем то есть это вот четко прослеживается есть общее такое правило что когда мужчина и женщина идут вместе женщина должна быть всегда справа то есть почетное место ей должно принадлежать но в случае когда это муж и жена жена становится слева тем самым показывая это как бы исключение тем самым показывая окружающим что идут муж и жена если они идут неправильно жена идет справа то кто-нибудь из знакомых из друзей которых встретит в шутку и напоминая о том что они неправильно идут и неправильно расположились в пространстве он может сказать познакомь меня с девушкой с которой ты идешь то есть имея ввиду жену это какие-то элементарные правила но они соблюдаются и они очень интересные я например как чиновник когда ко мне заходит маленькая девочка аспирантка я встаю обязательно встаю и это считается нормой если я не встану меня будут осуждать а когда заходит какой-нибудь мужчина моего возраста а иногда если это сослуживец и даже старше я как-то позволяю себе не вставать но встать в присутствии женщины посетителя я и девушки я обязательно должен это какие-то элементарные правила и есть известные всякие истории насчет того что женщина например могла прекратить вражду и сражение двух мужчин бросив платок и так далее на самом деле это все не так было вот я специально это проверял никаких там платков особенно не было это только в исключительных случаях она могла сделать там бросить платок а так обычно достаточно было напомнить о своем статусе женщины или даже прикоснуться просто к платку чтобы мужчина четко последовал просьбе или совету этой женщины я например вспоминаю такой случай о котором мне рассказали в одном селе в Кабарде был такой известный генерал до утоков серебряков белогвардейский который нас свирепствовал в том смысле что уничтожал большевиков беспрерывно каждый раз когда он занимал очередное село он вешал несколько человек которые сочувствовали там большевикам или были большевиками и однажды в одном из сел он приговорил к повешению и значит подготовил все для того чтобы повесить несколько человек собралась толпа людей и один из самых уважаемых и старших мужчин этого села вышел и в категорической форме потребовал от до утоков серебрякова чтобы он прекратил это сказал что если ты так будешь продолжать скоро от кабарды ничего не останется ты всех перевешаешь да и несмотря на его почтенный возраст 90-100 лет он сказал уберите этого старика пусть он нам не мешает да и они его оттащили в сторону но когда вышла женщина и сказала ради платка который у меня на голове и притронулась к этому платку прошу отпустить он вынужден был отпустить если бы он этого не сделал то тогда он потерял бы всякий авторитет в глазах народу и в общем-то все его войско разбежалось бы эту просьбу нужно было выполнять беспрекословно это свидетельствует в общем какого-то почитания женщины которая вот испокон веков практикуется у всех кавказских народов и в том числе у адызов но и еще к тому что скажем женщина не была девушки не были затворницами я хочу сказать что существовала такая четко разработанная церемония выбора королевы красоты на каждом из празднец ну скажем там свадебное игрище обязательно создавалась такая комиссия из почтенных стариков которые наблюдали как эта девушка себя ведет как она танцует как она поет как она одета какие у нее косы и так далее и тому подобное и потом несколько человек в качестве кандидатов на королеву красоты в круг приглашали и они ходили по этому кругу еще раз присматривались к ним и если возникало подозрение что кто-то из этих девушек подкрасился подмалевал там брови и так далее губы и так далее и заставляли даже умыться чтобы красота была естественная и потом окончательно определяли эту королеву красоты это звание королевы красоты за ней сохранялось на всю оставшуюся жизнь в этом селе и вообще в этой округе ее все называли королевой красоты до окончания жизни потому что это считалось очень большим почетом ну и в поседневном таком семейном быту хотя мужчина в смысле оказание ему знаков внимания считается старшим женщина все-таки как утверждают наблюдатели и вообще психологи и вообще знатоки традиционной культуры кавказских народов они говорят что женщина в общем-то определяет поведение мужчины незаметно для него самого в самых важных вопросах конечно он не то чтобы советуется но в общем-то склоняется незаметно в пользу того решения которое принимает женщина да да вообще мужчина не принято входить во все мелочи и обстоятельства семейной жизни подсчитывать расходы там что куда ушло что и кто сделал натворил и так далее он как бы держится на дистанции и благодаря этой дистанции поддерживается так сказать его авторитет а женщина она выполняет больше эмоциональную функцию и поэтому она более близка к своим детям и с ней больше делится своими переживаниями эти дети и так далее и достаточно какого-нибудь жеста или какого-нибудь косвенного замечания непрямого который сделает глава семьи мужчина для того чтобы привести в чувство нерадивого ребенка вообще обычаи избегания которые практикуются у нас и до сих пор в наших семьях и в родственном коллективе они имеют очень важное практическое значение они лишний раз подчеркивают необходимость правильного распределения знаков внимания уважения почтения и так далее чтобы не возникло в родственном коллективе или скажем семье какого-то хаоса какой-то культурной неразберихи когда невестка может скажем в разговоре если этот разговор свободный открытый она может упрекнуть скажем своего свекра в чем-то это считается конечно из ряда вон выходящим случаем а такое может случиться если они свободно общаются поэтому в семье свекр и невестка они раньше вообще не разговаривали и даже не встречались а сейчас все равно держатся на дистанции оно имеет и практическое значение вот представьте себе семью в городских условиях большая семья в трехкомнатной квартире сын женился и невестка если они все будут свободно друг с другом разговаривать это будет очень тяжело то есть если они разговаривают и обсуждают все вопросы то возникают обязательно какие-то спорные вопросы по этому поводу возникают конфликты и так далее а если свекр не общаются с невесткой то никаких конфликтов нету я например у меня невестка уже сколько лет семь я с ней не общаюсь то есть режим такой сначала я вообще не разговаривал а потом через год через два я начал с ней разговаривать когда мне нужно что-то там ей сказать чтобы она что-то принесла или что-то передала я ей говорю но она не отвечает а просто выполняет и это очень удобно людей старшего поколения многие говорят что до конца жизни не будем разговаривать с невестками и с другой стороны мы очень много говорим таких коннотациях связанных с тёщей в русской традиционной культуре у кабардинца и вообще у адыгов и у кавказских народов это совершенно невозможно потому что зят с тёщей тоже не встречается вот у адыгейцев я знаю что до сих пор я помню я был в экспедиции молодой парень младше меня он как бы проводник был и мы зашли во двор к каким-то их родственникам да чтобы пообедать по-моему да или поговорить там с какой-то старушкой и тут он значит моментально исчез я вот так оставил меня одного не знаю куда идти значит кому обратиться оказывается он увидел свою тёщу и где-то за какой-то забор спрятался чтобы она его не увидела да то есть конечно это гипертрофированное такое выражение обычаев избегания но в целом эти обычаи очень важны вообще в отношениях между близкими людьми должна быть дистанция как какой-то зазор который не позволяет им понимаете опуститься до взаимных каких-то упрёков оскорблений унижений и так далее выяснение отношений такого мелочного и так далее когда эта дистанция есть то всё как-то совершается более солидно более спокойно и более взвешенно кавказское гостеприимство общеизвестно казалось бы здесь ничего не прибавишь но есть много нюансов о которых полезно знать и хозяевам и гостям но в частности хозяин не должен расспрашивать гостя о том на сколько дней он приехал по какому поводу он должен дождаться пока гость сам об этом сообщит в свою очередь гость как бы является пленником хозяина и поэтому он должен выполнять все пункты этого гостеприимства и принимать значит все эти знаки уважения и почтения которые ему оказывают чтобы не оскорбить тем что он отвергает эти знаки внимания чтобы не оскорбить хозяина в частности считается очень непочтительным со стороны гостя если он приехал к одному хозяину который его пригласил скажем или с которым у него уже была договоренность а потом переходит к другому хозяину и это до сих пор соблюдается это очень важно я например совсем недавно помню что приехал один из наших очень хорошо известных знакомых ученых в Нальчик вернее он выезжал и он сказал что я приезжаю к ректору университета там он меня пригласил какое-то там совещание мы едем в Прильбрусь и так далее и он выразил горячее желание значит встретиться со мной и с нашим коллективом я сказал конечно никаких проблем и мы его встретили но одновременно встречали те кто изначально его приглашал на это мероприятие и когда я сказал что давайте мы с ним посидим вот этот вечер а завтра он у нас прочитает лекцию они сильно обиделись и мы уступили гостю сказали да никаких проблем да но завтра просим отпустить его там на два часа чтобы он в нашем институте прочитал лекцию что он и сделал да но они его опекали до конца и с моей стороны вторгнутся в это взаимоотношение вот этого хозяина и гостя и нарушить этот обычай считалось бы очень неприличным но в частности ректор университета на меня сильно обиделся бы и сказал бы что я человек не соблюдающий обычай да хотя значит этот наш гость он очень хотел больше с нами общаться и побольше с нами быть ну скажем они везли его в Прильбрусе а я говорю да лучше давай посидим у нас здесь там в институте в принципе мы мы не имеем права его так похищать что чтобы для более тесного и такого широкого общения надо ему приехать вновь уже значит ко мне в гости вот такие правила очень важны но я хочу снова сказать здесь о том что почитание гостя связано с тем что так же как и в случае с почитанием женщины там старших детей с тем что гость оказывается ну в каком-то трудном положении уязвимом в том смысле что он в чужих краях что он мало кого знает что ему негде остановиться что он нуждается обычно раньше в традиционном обществе нужен ночлег пища нужна безопасность в конце концов и все это обеспечивал хозяин пищу ночлег кров и безопасность обязательно если скажем гость скрывался от какого-то преследования со стороны своих врагов то хозяин должен был защищать его с оружием в руках и таких случаев очень много очень много хотя я вспоминаю в этой связи анекдот у ингушей в частности очень много очень интересных анекдотов двое молодых людей будучи в армии украинцы ингуши подружились и обменялись адресами и сказали что будут значит дружить и в последующем и ингуш съездил на Украину к своему другу там погостил ему очень понравилось и в свою очередь пригласил украинца к себе украинец приехал с женой с детьми ну и вот ночью в эту Кунацкую начали стрелять из ружей разбили окна кто-то врывался в общем страшный шум был в ужасе украинец спросил хозяина что случилось что за нападение он говорит ты не переживай ничего страшного не произошло это говорит один враг мой в селе он решил убить тебя и твоих детей и жену потому что он со мной враждует он говорит а как же мне не переживать если меня убьют но ты не должен переживать если он убьет тебя то я таких гостей у него перебью сотнями ну в заключение хочу сказать что все традиции нормы моральные какие-то установки о которых я говорю они в общем-то носят универсальный характер не в том смысле что они должны в каждом конкретном случае именно так соблюдаться как они соблюдали скажем сто двести или триста лет назад в том смысле что какая-то общая настроенность должна сохраняться в смысле постоянного контроля за своим поведением я имею ввиду вот этой настроенности на то чтобы ваше поведение ваш контакт с другими людьми был успешным и для вас лично и для окружающих чтобы это как я говорил стало таким экологическим успехом в том смысле что вот это событие в вашем лице для других людей оно стало приятным и впечатляющим заметным и оставляло добрый след чтобы у окружающих возникло желание вновь с вами встречаться сотрудничать и главное помогать вам это важно и для вас лично и для окружающих мне кажется что этика и этикет это такие институты в которых заложена мудрость которая спасает людей от многих оплошностей досадных ошибок и ложных путей хотя повторяю еще раз что не в том смысле что все эти нормы этикетов точно должны соблюдаться в таком виде в таком они были скажем там вперед средневековья нужна такая общая настроенность общая настроенность на благожелательность на взаимное уважение на взаимное признание что особенно в наш век чрезвычайно важно мы к сожалению как-то вот эту преемственность нарушили вот совсем недавно казалось бы в 50-е 60-е годы ушли наши отцы и деды которые были естественными носителями этой культуры и потом уже преемственность нарушилась и появились новые поколения которые этого не знают необразованные люди хотя они хорошо учились в университетах хотя они имеют какие-то звания чины и так далее но необразованные в смысле культуры общения это мне кажется очень важно и меня очень беспокоит и беспокоит не только меня такое беспокойство я ощущаю постоянно и у нас на Кавказе и здесь в Москве когда я часто бываю в разных коллективах на защитах например когда вот в неформальном общении все признаются в том что нравственность как-то разрушается и это это в общем-то тревожит людей тревожит что вот это бесконечное выяснение отношений взаимная зависть к успехам других что она изнашивает людей подтачивает так сказать его жизненные силы а этика этикет как раз они это такие институты такие механизмы такие инструменты которые придают человеку какую-то жизненность и силу и уверенность в себе за плечами он чувствует какой-то очень сильный тыл знает что он в общем-то может справиться с любой жизненной ситуацией с любыми жизненными невзгодами если он обладает вот этими знаниями и такой образованностью вот эти десять заповеди известных христианских они же ведь не охватывают всего многообразия ситуаций жизненных и тем не менее они очень важны они как бы общее направление дают и каждый человек в конкретной жизненной ситуации он должен опираясь на эти заповеди строить свое поведение на самом деле мы же не можем десять миллионов заповедей выработать и предложить человеку человек сам должен выбирать себя это то что Мишель Фуко назвал культурой себя вот он должен сам значит организовать себя в соответствии с этими моральными принципами и установками и тогда успех ему в жизни я думаю что обеспечен выполняем он 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 Продолжение следует...